здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию исполнить ручейничка который свободно живущий есть вот такой вот как в домике это вот я изготавливал такой вариант для рыбалки на течение есть вот такой вариант который при намокании папа полностью напоминает ручейника которого вытащить из домика очень уловистая приманка круглый год поэтому я хотел бы с вами поделиться этой приманочкой мы берем с вами крючок формы граб шримп я одел стеклянную бусинку если у вас есть возможность поставить такую черную латунную или вольфрамовую это будет еще лучше а грузил цевьё свинцом придал форму и закрепил вот такую обыкновенную нить желтого цвета которая достаточно крепко и мне она понадобится для того чтобы мы создали даббинговую петлю я теперь беру слегка промазываю клеем одну и вторую половиночку своей даббиновой петли и нам понадобится вот такого цвета даббинг если у вас есть зеленого оливкового это не имеет значения главное чтобы он был достаточно вот такой мягенький чтобы мог прилипать к нашей веревочки вот так как вот у меня используя только лишь один клей собираем нашу веревочку посмотрели где больше где меньше если что добавили и теперь я ее скручиваем скрутить необходимо достаточно хорошо чтобы наш мех закрепился на веревочке вот как вы видите при прокручивании у нас вышла вот такая слегка лохматенькая веревка и теперь я по всему телу начинаю выполнять обмотку виточек виточку стараясь отводить мех который попадается в сторону загиба можно использовать и шерстяную нить доходим до буквально пару миллиметров до колечка и останавливаемся закрепим другую нить которой будем вязать удаляем и теперь у ручейничка как обычно голова голова темного цвета и нам необходимо лапки также изготовить чтобы у него были если у вас вышло чересчур лохматенькое тело это не страшно потому что при двух трех пяти покрыв очках особенно окуня у у нас наша мушка будет иметь довольно таки хороший вид потрепанный вот так я беру обыкновенный вот такой мех песца сейчас изготовлю методом расщепления дабинговую петлю нашу и совсем 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 немножечко необходимо вложить меха можно использовать и перо куропатки и использовать перо курицы как все что вы допустим найдете у вас будет под руками это не столь существенно главное чтобы сами по себе лапки были достаточно и жесткие выдерживали поклевки нашей рыбы и в то же время имели нормальную соответствующую длину вот я взял небольшой вот такой пучочек меха сейчас я его подготовлю для нашей укладки укладки удаляем подшерсток примеряем величину и вставляем в нашу расщепленную нить как я уже показывал я поддерживаю вот так на пальце и подравниваю ровно столько сколько мне необходимо выбрать длину для моих лапок и чтобы не было скучно хорошо рассредоточьте ее хотя бы на 3 сантиметрах для того чтобы можно было симпатично обмотать грудь и сделать лапки в данный момент я не отрезаю оставляя вот так как есть пополам сложенной и прокручиваю так как количество я взял небольшое поэтому для меня будет вполне достаточно вот как вы видите вышла вот такая хорошая кисточка которую мы наматываем здесь стараемся наши бородки отвести немножко назад вот как вы видите здесь уже нам достаточно даже одного оборота и на это место я найду у меня остается почти всегда хотя бы немножечко вот такой кусочек моего павлина пера увлажню немножко волоски уберу их назад и промотаю столько сколько у меня допустим выйдет сделать до моей бусинки два три четыре оборота это не столь существенно главное чтобы была плотненькая красивая грудочка слегка подхватили перу и чтобы десять раз не прокручивать в одном и том же месте ниткой я промажу нитку клеем и здесь же сделаю завершающий узел практически в оливковых вот в таких желтолимонных тонах очень уловистая приманка но бывают случаи как я вам показал у меня есть расцветка красноватого оттенка в летнее время она выручала когда было очень жарко и рыба была не очень активная делаем завершающий узел удаляем нашу нить удаляем остатки пера и как вы видите вот такая на вид не совсем вроде бы презентабельная но довольно таки уловистая приманочка попробуйте убедитесь сами благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи до встречи neighbour до встречи